Дачный креатив Дальше вправо лес расширяется, но вот здесь достаточно неширокая полоса, но она была очень густая, то есть не было абсолютно никаких просветов. Но вот несколько прошедших ураганов были у нас и в 2010 году сильные ветры, и в 2017 году, в 2016 вернее, наверное, скорее всего, но не принципиально. Тогда у нас летели верхушки у елок, отламывались, я рассказывала, как мы стояла я на веранде тогда, а муж под навесом, и как мы все это видели, как у нас летали елки, то есть отрывали верхушки и ломались елки практически на уровне земли. И у нас сейчас лес, к сожалению, весь завален этими поваленными елями, поэтому практически мы в лес не ходим, но сейчас я к чему все это говорю. Конечно, хорошо, когда участок соседствует с лесом, но, к сожалению, есть и некоторые опасности, есть некоторые неприятности, как минимум, это кроты и различные лесные грузуны, которые к нам периодически захаживают. Но все это ерунда по сравнению с тем, что вот такие высокие ели, конечно, представляют некую опасность, потому что, когда такие сильные ветра дуют, они очень сильно качаются, и, как мы уже были свидетелями, могут сломаться и, соответственно, упасть не только в лес, но и, к сожалению, на участок. Я снимала недавно буквально, какой у нас дул ветер сильный, тогда с ливнем и градом, с небольшим, как у нас сломал ветку боярышника, и потом снимала еще небольшой обзор участка и ходила в том числе, показывала, что у нас растет на лесной части участка, показывала мох, она у нас растет вместо травы, как раз ходила вот здесь и не подозревала даже о том, какой опасности я себя подвергаю. Мы уехали в Москву, и нам позвонили соседи и сказали, что у нас упала на участок ель. И вот, к сожалению, вот такой у нас сюрприз ожидал, когда мы приехали. Вот здесь как раз я ходила и показывала, просто даже буквально специально посмотрела свой обзор и как раз ходила именно вот здесь и показывала, как у нас здесь растет мох, ходила и забутовку, показывала кустарники. А здесь у нас какие растут? Бузина, маленький каштан, орех и вот все как раз здесь, куда упала эта елка. Она у нас помяла один пролет равицы и упала. Елка, кстати говоря, молодая и не больная, без повреждения короедом и не сухая. Но, в общем-то, это вот сухие ветки, это нормально, потому что они растут таким образом, что друг другу мешают, и у них хватает света, и поэтому здесь вот есть сухие ветки. Но на самом деле елка не больная, елка здоровая, и это так ее сломал ветер. И, вероятно, в тот день, когда дул очень сильный ветер, она надломилась, либо треснула, но держалась, либо немножечко, может быть, наклонилась, само не увидели, и держалась на другой елке. И вот не удержалась и упала. Можете себе представить, если бы это случилось, когда я сходила и снимала. Наш каштан, который маленький, накрыла его ветками. Я думаю, что он живой, с ним ничего не случилось. Здесь как раз орех, это я как раз все показывала, когда снимала обзор. Сейчас попробую дойти туда. Здесь сложно, наверное, будет мне перелезть, но попробую перелезть. И, причем, они очень большие ствол, и это не самая большая елка, как вы понимаете. Там елки есть и побольше. Сейчас попробую перелезть. Через елку и покажу, как там в лесу. Здесь у нас попали ветки на вербенник монетчатый, пузыреплодник. Ну, в общем-то, потери практически никакие, я имею в виду, из кустарников ничего серьезного. Ну вот, сломался у нас один пролет забора, рабица помялась. Вот такой слом у ствола. Вот здесь теперь у нас такой остается просвет. Здесь растет орех и рябина. Я думаю, они скоро займут здесь свое место. Но все равно просвет остается. Это как раз у нас восточная сторона. У нас утреннего солнца практически не бывает. Его как раз загораживали еле. Но сейчас появится просвет, будет у нас утреннее солнце. Ну, тишка, конечно, тут как тут. Нужно проверить вместе со мной все. Вот таким образом помялась рабица. Рабица у нас паяная. Не знаю, продают сейчас нерлонами, а там нам буквально 3 метра нужно. Не знаю, сможем ли мы купить на замену пузыреплодник. Здесь немножечко помялся. Орех. Но это орех лесной, мы его не сажали. Почему-то вот такое место здесь, что здесь уже не одна ель упала. Так вот такая у нас здесь большая ель росла. Она у нас тоже сломалась, упала она от забора, то есть в сторону леса. И потом уже ее опилили вот до такого пенька. И потом долго здесь валялись эти спиленные куски. А потом уже, видимо, кто-то на дрова забрал. Хотя я не знаю, как можно топить печь. Елкой вообще не рекомендуют. Но, в общем-то, разобрали. Стало здесь почище. И вот такой ствол, не поеденный караедом, абсолютно чистый. Видно, что чистая древесина. Мы раньше в этот лес ходили за грибами, как только участок купили. Здесь, в общем-то, неплохой лес. И грибы растут постоянно много белых, много польских грибов. Но сейчас здесь в лес ходить сложно, потому что очень много поваленных деревьев. Это, кстати говоря, кипрей. У нас здесь растет. Можно собирать и заготавливать чай. Есть молодые рябинки. Так что здесь постепенно они подрастут и займут свободное место. Вот так она обломилась серьезно достаточно. Даже не знаю, как таким образом она обломилась. Наверное, все-таки она немножечко треснула и лежала верхушкой на другой елке. Вот этот уже такой трухлявый пенек. Это сломалась эта елка давно уже. Пенек такой старенький, трухлявенький. Там дальше я показывала осенью тоже у нас сломалась елка. И там я собирала хвойный опад осенью около сломанной елки. У здоровых елок я опад не собираю. Только вот таких сломанных. Здесь такая тоже большая елка у нас. Высоченная. У нас самое интересное, что еще и на участке такие же большие елки. Какое у нее около земли. Какой диаметр у ствола огромный. Прям исполинская елка. Не знаю, сколько им лет, кстати говоря. Но я думаю, что больше ста, наверное, не очень разбираюсь в этом. Но 20 лет у нас дача, и они тогда уже были большими достаточно. И вот сломан этот пень. Здесь уже все травой взросло. В прошлом году, кстати говоря, осенью травы было поменьше. Я там собирала вокруг нее опад. Здесь так серьезный тоже был слом. И тоже, кстати говоря, дуло, видимо, в ту же сторону, что и... Сейчас у нас получается, что ветер ураганный, практически вот такой сильный ветер, когда бывает, он практически всегда дует с севера. Север, северо-запад. Такой пень. Уже старый, уже он. У себя уже кора отвалилась. Эта елка, кстати говоря, такая лежит здесь. Сейчас попробую показать. Если камера поймает. Все уже здесь поросло травой. Но сама елка лежит здесь, никуда она не делась. Уже вся мхом поросла. И вот такой пень. Пока хожу вся красивой, обожглась. Вот она, елка. Не только обожглась, но и покорявалась. И об ветке, и об рабицу пока перелезала. Вот такая вот огромная елка. Она, конечно, была выше, чем та, которая упала у нас сейчас. Вот здесь много уже порослей молодой. Сейчас с этой стороны покажу, какая большая ель. Какие у нее корни огромные. Хорошо, конечно, когда лес молодой рядом. И когда за лесом ухаживают. Ухаживают. К сожалению, сейчас все уже в прошлом. Никаких нет, наверное, лесничеств. Лесников сократили. Тишка так сидит на пеньке у меня. Контролер мой. Кора отвалилась. Видно, что елка здоровая. Даже кора нигде не повреждена. Не видно следов короеда. Вот кора совсем чистая, хорошая. Кстати говоря, надо ее забрать. Либо для каких-нибудь поделок пригодится. Или просто измельчить ее в качестве мульчи. Чистая кора, хорошая. То есть не страшно такую кору даже убрать и измельчать, и насыпать в клумбу. Жалко, конечно, ель. Жалко наш забор. Но хорошо, что это случилось не тогда, когда я снимала. Ну, вот, наверное, вот так показала вам наш сюрпризик. Это тоже какая огромная елка была тут. Забор-то целиком у нас весь устоял. Только один пролет рабицы повредился. А так все устояло. Столбы у нас не бетонированы, кстати говоря. Просто забиты в глину. Земля у нас глина. Теперь я еще раз показываю. Иван-чай. Я, кстати говоря, не пробовала сама делать. Но кто пробовал, собирает, ферментирует. И, говорят, очень вкусный чай. Вот так еще показываю с этой стороны теперь. Участок. С этой нашей замечательной елочкой. Немножко, кстати говоря, не добила она до бытовки. Если бы она не наискосок упала, а прямо, то она могла бы верхушкой добить до бытовки. И вот на участке у нас такие елки. Тоже будь здоров. Даже потолще, чем та, которая упала. Я вот с этой стороны еще показываю. Как раз здесь ходила, все это показывала. В прошлом обзоре, в первой части. Отсюда видно, какая она большая, эта елка. То есть практически она перегородила в поперек весь участок. И вот как раз здесь я ходила, и могла бы она мне прихлопнуть. Я думаю, что последствия были бы очень плачевными. Так что нужно, конечно, поаккуратнее здесь с ней разгуливать. Но муж косит здесь. Мы здесь грибы собираем. Нужно смотреть периодически, наверное, поднимать голову наверх. И смотреть, что там с этими елками. Кору принесла сюда. Пускай она пока здесь подсохнет. На лавочке. Потом найду ее применение. На этом заканчиваю. Всем удачи. Всем хорошей погоды. Желаю вам, чтобы у вас таких сюрпризов не было. Всем большое спасибо. До новых видео. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!